Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайк. Сегодня пятница, 2 августа. Время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Я решил провести сегодня пятничный стрим самостоятельно в связи с последними новостями и событиями, которые все обсуждают. Вот, отдельно по этому поводу высказаться. Назвал этот стрим «Большой обмен» и «Убийство Навального». Вот так я связал эти события и вижу здесь теснейшую связь, вытекающую одно из другого, а об этом подробнее расскажу. Сейчас у нас около 2000 уже включились в этот эфир. Несмотря на то, что продолжается пресс-конференция, которая идет в Бонне, трех освобожденных российских политзаключенных, известных оппозиционеров, Андрея Пивоварова, Ильи Яшина и Владимира Коромурзы. Тем не менее, там значимая часть конференции уже прошла, больше часа. Поэтому есть какие выводы уже сделать, с вами поделиться. Ну и, естественно, рассчитываю, что вы будете задавать свои вопросы. Я готов на них еще параллельно ответить после вводной части и таким образом обсудить заявленную тему более подробно. Разумеется, вопросы могут касаться не только темы обмена, но и других параллельных с ней, и касающихся канала, и наших проектов и так далее тоже. Помечайте ваши вопросы соответствующим знаком вопроса или чем-то таким, чтобы я понял, что вопросы адресованы мне, а не являются репликой или же обменом мнениями внутри чата. Ну что же, еще раз хочу повторить, что, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, социальных сетях и группах размещайте, ставьте лайки, ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фигенвайд. Последнее объявление. Если есть такая возможность, то у нас в описании к этому видео или в опции такой о канале вы можете найти ссылки на финансовые площадки, где можно помочь работе нашего канала. Это и через платформу Stripe, очень эффективно, через карты, через PayPal. Если у кого-то они есть, эти аккаунты в PayPal. Соответственно, там можно помогать либо через криптовалюту, ну или там некоторые другие возможности тоже есть. Что я хочу сказать? Вот буквально 16 февраля этого, 2024 года, если вы помните, адресую вас к своему стриму, я тогда провел в день убийства Навального стрим. Ну вот и все, по-моему, он назывался, этот стрим. Буквально 16 февраля, когда стало известно с утра о том, что Алексей Навальный умер в колонии в Харпе. Да, я сразу же еще до всего сказал, что это убийство. Раз, что точно его убили. Ну, во-первых, потому что его уже пытались убивать, так сказать, в августе 2020 года. Соответственно, после этого, когда он добровольно вернулся в Россию, его посадили в тюрьму, и он испытывал большие проблемы со здоровьем, в частности, с проблемой со спиной, с протрузиями в позвоночнике дисков. Он находился в тюремных больницах не раз, во Владимирской области и других. Но, в конечном итоге, причина его убийства была не эта. Не только та, что они его просто ненавидели и хотели его смерти. Те, кто его держали. А именно сам обмен. Они не хотели отдавать Алексея Навального при введшихся уже тогда переговорах об этом обмене Алексея Навального вкупе с другими гражданами Соединенных Штатов Америки, в частности, Эваном Гершковичем и Полом Уилленом, прежде еще до этого арестованным за шпионаж, ровно потому, что Алексей Навальный на свободе был предельно опасен российской власти. Вот это очень важно подчеркнуть. Предельно опасен. Они могли ошибаться, заблуждаться на этот счет, но они так считали. Потому что Алексей Навальный, по их представлениям, мог радикализовать до предела свою позицию, вернувшись из заточения в России, из Харпа, вернувшись в Берлин, в Германию, в Европу и так далее. Он мог, безусловно, отойти от стандартного либерального набора лозунгов и призвать к вооруженным действиям против российской власти. Мне так кажется, я не уверен, у меня нет информации, я не обладаю инсайдами. Но я воспринимаю ситуацию так, что точно вернувшийся из застенков Алексей Навальный бы генеральным образом изменил бы программу русской оппозиции, по поводу которой так она и не может договориться. Сознавали ли это власти в Кремле? Возможно. Возможно, они именно так трактовали опасность Алексея Навального и, в общем, в конечном итоге его убили. Как они его убили, до конца непонятно. Ну, то есть, это не выяснено медицински. Алексей Навальный похоронен. Безусловно, его, так сказать, биоматериал был передан за границу. Наверняка он исследовался. Нашли, не нашли. Но в любом случае сомнений в том, что Алексей Навальный был убит, нет. Потому что была мотивация огромная у Кремля именно это и сделать. Ни в коем случае, пользуясь возникшей ситуацией, предложением со стороны Запада к обмену, не отдавать его в Европу, не отдавать его на Запад, для того, чтобы он мог свободно действовать политически. И поэтому они его убили. И я считаю, что это сильный мотив. И им спецслужбы и кремлевская власть, безусловно, руководствуются. Вне всяких сомнений. Возможно, так сказать, технически это выглядело, как какая-то фарм воздействия, химическое воздействие на Алексея Навального. В заключении он был доступен только им. Он был в полной изоляции. Особенно, когда его отправили подальше от Москвы. Буквально осенью, а уже зимой, в конце зимы, в канун, собственно, так называемых выборов президента, Алексея Навального убили. И я думаю, что вот это послужило стартом начала уже переговоров на другом уровне. Москва была заинтересована в этих переговорах и уговаривала Запад, чтобы они не отказывались от этого обмена. И более того, именно из-за убийства Навального, о чем Запад прекрасно понимал, что Навального именно убили, и этот упрек, вероятно, не всего, адресовал этим контр-партнерам, так называемым в Москве, о том, что раз мы вступили в переговоры, любые физические воздействия на людей, которые подлежат обмену, недопустимы. Вы убили человека, по поводу которого мы договаривались. Поэтому не то, чтобы даже цена возрастет, а мы не хотим договариваться. Путин сам, я уверен, через своих доверенных лиц убедил продолжить переговоры об обмене. И я хочу сказать, что я в своем стриме 16 февраля пересмотреть его, вот ровно все это рассказывал. Причем тогда еще не было подтверждений, которые прозвучали вчера из УС Советника национальной безопасности Сельвана о том, что да, Навальный предполагался к обмену. Раз. Когда сам Путин заявил на большой пресс-конференции после убийства Навального, по-моему, в марте она была или апреле, боюсь соврать, заявил, впервые назвав фамилию Навального, о том, что да, ко мне пришли, значит, предлагали обмен, и Навальный, я сразу, сразу сказал обменять Навального. Легко можно найти в интернете, пересмотреть это заявление, все его слышали, обсуждали и так далее. Сейчас это все связывается в единую цепочку. Ровно в тот момент, когда они убили Навального, и сразу после, сама Москва инициировала более широкий обмен. Я убежден в этом, сказав о том, что они готовы вместо Навального, который умер, но что делать, готовы передать большее количество политзаключенных для обмена. Да, понятно, что речь идет о американских гражданах Эване Гершковиче и, значит, Поле Уилане, это само собой, это опция по умолчанию, это само собой разумеется. Но мы это дадим больше, обменяем 10 на 16, ну, не знаю, какие цифры тогда звучали. И это соблазнило, безусловно, американскую сторону, прежде всего они были главными участниками переговоров американские спецслужбы со своей стороны и российские спецслужбы со своей, ФСБ и, видимо, ЦРУ, которые об этом в общем и целом договорились. Упирались, как я теперь уже понял, в Шольца, у которого не было юридических оснований отдавать Красикову убийцу, который приговорен по жизненному заключению, но они для этого, вы видели, взяли немецкого гражданина в Белоруссии, приговорили его по пуфельным основаниям к смертной казни, и этим, так сказать, грозили Германии, которая сдалась и вынуждена была пойти на эту противозаконную, в общем, сделку, при которой освобождался убийца против обычных, ни в чем не повинных граждан, там, российских и американских, других. Вынуждены были на это пойти, дабы спасти в том числе, но помимо, конечно, вот этих всех людей, еще и собственного гражданина, который приговорен к смертной казни, и поэтому он был в Белоруссии помилован Лукашенко. Но все это делалось по приказу из Кремля, для того, чтобы подтолкнуть германское руководство к согласию на сделку, потому что именно в Германии содержался главный обменный материал в виде Красикова, как теперь сегодня признано было, об этом заявил представитель президента Путина Песков, штатному сотруднику ФСБ, который выполнял задание по убийству Хангашвили в Берлине по прямому заданию спецслужб, то есть, ну, ФСБ России. Звучало, что он, значит, из спецподразделя вымпел и так далее, но они сегодня сами официально признали, что посылают официально убийцу убивать людей в Европе, вне зависимости от того, имели они претензии Хангашвили как полевому командиру не имели, они просто убили человека. Мы всегда знали о том, что они убивают этих людей за границей, да, и Скрипалей пытались убить, и другие такие же сомнительные попытки убийств были, в частности, в Болгарии оружейника также пытались убить и так далее, вообще граждане Болгарии даже не россияне. Вот. Но теперь они фактически это признали, тем более вчерашняя протокольная съемка Путина, которая лично встречала в аэропорту десятку прибывших, значит, сотрудников спецслужб российских, и в здании аэропорта Внуково даже сказала о том, что все будут награждены. Несомненно, Красиковый получит звание героев России, все привилегии, ну и так далее, неочередные воинские звания и так далее. Так вот, вернемся к Навальному. Когда, собственно говоря, это эфир вышел, 16 февраля, меня многие критиковали, говорили, что это больше фантазия. Но потом прозвучало интервью, выступление Марии Певчих, представитель ФБК, которая подтвердила, что именно так она целый эфир об этом сделала. Это было такое уже осторожное обсуждение, что да, видимо, какие-то обмены обсуждаются и так далее. При том, что я никакими инсайдами не обладал, это чисто мое было понимание ситуации, скажем так, которое мне давало представление, прежнее мое занятие адвокатской деятельности, все-таки я организовал, точнее участвовал, я их не организовал, а участвовал в обмене своих подзащитных, в частности, Надежда Савченко в мае 2016 года, в обмене 35 на 37 в сентябре 2019 года Сущенко, я не организовал, естественно, обмены, я просто был в курсе того, что происходило, и Эльми Умерова, которого на Чайгоза поменяли в 2017 году, напомню, двух представителей крымско-татарского руководства, Меджилисов крымских татар, которые были осуждены, поменяли на двух ФСБшников, которые были задержаны в Турции за убийство также чеченского иммигранта. Поэтому мое представление было именно таким, что да, идет переговоры об обмене, и этот обмен, в нем заинтересованы обе стороны, и мы сейчас поговорим, почему Москва, почему заинтересована сторона на Западе, это понятно, там ее граждане, там в конце концов их престиж, там это проблема, которую надо решать. А Москва, учитывая ее безразличное отношение к человеческой жизни как таковой, ко всем этим гуманитарным вопросам, ну в общем и целом могла к этому относиться не сходить, но почему-то этого не происходило. Почему-то они все-таки были заинтересованы в том, чтобы переговоры об обмене продолжались, и сам обмен состоялся. И ровно потому, что они убили Навального, они пошли на диспропорцию в соотношении 10 на 16. И, собственно, сегодняшняя пресс-конференция, к ней мы еще перейдем, Яшина, Яшина Крамурзы и Пивоварова, она только это подтверждает, что до них это и было неожиданно, с ними никто не вел разговоров о возможности их обмена. Только в самый последний момент с тем же Яшином, как он рассказал, или Яшином, поговорили в колонии, начальник колонии, где он содержался о том, что он может написать прошение о помиловании, от чего он отказался, что естественно они все отказались. Это не принято среди политических оппозиционеров делать лишнее акт геройства, я сам знаю, как это бывает, и раз за разом я призывал своих подзащитных этого не делать. И обмены все равно состоялись, потому что понятно, что для этого не нужны формальности, если принципиальное решение принято высшим политическим руководством. Все бумажки, вот он показывал паспорта, что их вывезли даже по просроченному паспорту внутреннему, Яшина и у других только внутренний паспорт, это вообще роли не играет. Принципиальное решение об обмене было достигнуто. Именно в диспропорции, из-за диспропорции соотношений 10 на 16, это заслуга теперь уже покойно убитого в тюрьме в Харпе Алексея Навального. Об этом я бы хотел специально подчеркнуть, что если бы не было убийство Алексея Навального, а наверняка первый вариант обмена, он ограничивался двумя-тремя человеками, не больше, максимум там 3-4, ну и то, возможно, это еще обсуждалось, было бы растянутого времени, одновременно это бы происходило. А то, что происходило сейчас, это заслуга Алексея Навального, вот именно количественный параметр. То, что другие политзаключенные, вот и Крамурза, и Пивоваров, и Яшин, и Скочеленко, и руководитель штабов Навального в Сибири и в Башкирии девушки Фадеева и другие были освобождены, это заслуга, конечно, уже мертвого Алексея Навального. Вот он своей смертью еще и помог другим людям. Какая невероятная жертвенность в этом смысле. Лишний раз доказывает, что он совершил большой подвиг. Безусловно, в этом нет никаких сомнений. Сознавая до известной степени, что он сам прыгнул в жерло пасть дракона, он даже своей смертью, в общем, помог другим людям, пожертвовал собой. А вот, в этом нет никаких сомнений. И думаю, что весь ход событий это подтверждает. Теперь поговорим о том, что мы услышали от проведших пресс-конференцию, но она, возможно, продолжается, Яшина, Пивоварова и Крамурзея. Это, безусловно, героические люди, люди очень смелые. Это беспримерное мужество, с которым они вели себя в тюрьмах, не признавая вину, продолжая бороться с системой и доказав, что люди идейные, люди, которые верят в то, что делают, заслуживают величайшего уважения и спасения. Вот что тоже очень важно. Борьба до конца, она ведет тебя либо к смерти, либо к спасению, но никогда к позору. Никогда к позору. К смерти или к спасению. Одно из двух, да. Брошенная на чашу весов судьба, собственная жизнь, за свои убеждения, она действительно тебя приведет либо в могилу, либо к уважению. Но не к позору. Никогда не к позору. Вот это очень важно. Избежать позора можно только, оставшись верным своим принципам. Вот. И все-таки об этом снова следует обратиться и сказать. А действительно. И это из уст яшина прозвучало. Например, то, что он не хотел быть обмененным. Он отказывался от обмена и даже написал заявление об отказе от обмена и участии в нем как, собственно говоря, объект обмена. Ровно по-другому это прозвучало и от Владимира Крамурзы. Андрей Пивоваров не касался этого вопроса. Но все равно пафос выступления был сведен к тому, что действительно русский народ не такой, как сам Путин и его Кремль. что русские не отвечают, во всяком случае, правильные русские за то, что творит Кремль. Они либо из страха, либо из невозможности противоборства продолжают находиться в жесточайших условиях этих тисков тоталитарных. И более того, нужно Западу с укором сказать о том, что любые действия, сегрегационные, деформационные, санкционные, должны быть направлены не по отношению к обществу, а по отношению к власти. Чем, в общем, сложно не согласиться, с другой стороны, мы опять продолжаем говорить, что эта жертва, которую принес с Навальной, это жертва, не до конца, но все же, которую принесли эти трое политзаключенных, пивоваров, Крамурза, Яшин, в широком смысле народом оценена не была. Люди не вышли на улицы, не выступили с тем, чтобы освободить людей, которых они поддерживают, идеи, которых они разделяют. Против Путина, против войны, за другое будущее для самой страны. Этого не произошло. Мы не должны этого избегать. Мы должны об этом говорить, что русский народ, русское общество осталось глухо к этой жертве, которая принесена была. Прежде всего, Алексею Навальному, разумеется, поскольку он заплатил самую высокую цену в свою жизнь. Нужно ли сейчас, исходя из этого, несмотря на веру в то, что Россия изменится и что в Россию все вернутся, да-да, конечно, нужно ли сейчас продолжать выдавать выдавать эту индульгенцию народу, давая ему карт-бланш, не выступить против войны, против Путина открыто, даже со слабой организацией, даже из-за миграции, имея направление на Кремль и на противодействие ему. Нужно ли освобождать людей от этой ответственности? Я в этом глубоко не убежден. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно говорить о том, что надо в первую очередь людей пожалеть. Нужно с ними как-то найти взаимосвязь и диалог. Нужно попытаться в очередной раз им что-то объяснить, в том числе и тем, которые не понимают или заблуждаются по поводу войны или сторонятся, пытаются уйти в какой-то эскапизм, отстраниться от всей действительности, которая, в общем, на них наваливается. Наваливается не только в виде уже идущей два с половиной года войны и тоталитарной системы, которая, на мой взгляд, уже давно сложилась, так сказать, и трансформировавшаяся из авторитарной поначалу в авторитарную с тоталитарными элементами, а сейчас в полную тоталитарную, в законченном виде тоталитарную систему у России. Нужно ли их освобождать от этого груза ответственности? Я в этом совершенно не убежден. Нужно ли их упрекать за то, что они продолжают стараются незамечать или отстраняться от ответственности за то, чтобы противодействовать. Я в этом глубоко не убежден. Я, наоборот, считаю, что это укором, эти смерти, эти политзаключенные должны быть хотя бы даже для той действенной части общества, которой следовало бы все-таки проявить больше сопротивления тому, что в России происходит. А какой выход другой? Какой выход другой? Горстки оппозиционеров, которые собираются в Европе, пытаются там в Америке, в других местах, пытаются сами организовать свою жизнь, сами организовать борьбу, чтобы перекинуть ее обратно в Россию, неуспешно, кстати, это делают. Неуспешно это делают. Ровно потому, что пытаются каким-то волшебным способом организовать процесс так, чтобы произошло все само собой. без жертв, без насилия, без призывов к войне внутри России, гражданской войне, к разрушению империи, к вызову, так сказать, тех процессов, которые могли бы привести к смене власти в России. А это может быть и хаос, и распад, и все, что угодно, и все, что на свете. Должны мы ли эту правду замалчивать? Должны ли мы говорить только хорошие о людях, оставшихся в России, дабы не потерять их уважение и связь с ними? И да, и нет. По отношению к тем, кто продолжает бороться, по отношению к тем, кто сопротивляется, конечно, мы протягиваем руку помощи. Но по отношению к тем, кто молчит, и хуже того, к тем, кто поддерживает эту власть, мы такого аванса не должны выписывать. Эти люди могут и должны жить хуже. Они должны испытать на себе все последствия своего молчания, своей невозможности или даже нежелания, скорее, выступить против того, что в России происходит. Безусловно, приехавшие на Запад сегодняшние оппозиционеры, политзаключенные, имеют большой моральный авторитет. Тюрьма и испытания ею создают репутацию. Мне всякие сомнения. Но создает ли она представление о плане эффективного взаимодействия с этим оставшимся в России обществом? Создает ли она эффективные инструменты борьбы с системой? В этом уверенности нет. Поможет ли в этом Запад? Да, но только в отчасти. Запад скорее готов броситься помогать политзаключенным, спасать их судьбы, но не помогать в смене власти в России. В этом на помощь Запада не стоит рассчитывать. Западу не нравится то, что происходит в России. Западу не нравится Путин. Западу не нравится Кремль. Но они продолжают рассуждать по принципу меньшего зла. Ну да, Путин, конечно, такой, какой он есть. Но могут быть и более худшими вариантами. И они это видели еще в прошлом году. В событиях 23-24 июня, когда на Москву двигались части ЧВК «Вагнер». И возьми они власть, ну это по максимуму, а хотя бы даже устрои этот хаос. Кому бы эта власть досталась? Кто бы вместо невменяемого Путина, пусть так, пришел бы еще более, многократно более невменяемый какой-нибудь военный руководитель или же отмороженный националист? В их представлении это меньшее зло по сравнению с тем, что могло бы случиться, если бы Путин эту битву проиграл. А для нас, для русской оппозиции, было бы хорошо, что принцип «чем хуже, тем лучше» возобладал. Принцип «чем хуже, тем лучше» дал бы, открыл бы возможности для вовлечения непосредственно в политическую жизнь и войну в России русской оппозиции, либеральной и нелиберальной. К сожалению, сегодня либеральная оппозиция такого плана изменений внутри России не имеет. Там есть другие разнообразные планы. Ожидание борьбы элит, включение в легальные процессы политические, типа выборов. Вот такие планы есть. Третий план – обустройство жизни русских за границей. В том числе и тех релакантов, и тех оппозиционеров, которые уехали из России, не разделяют желание присутствовать там в связи с тем, что они против войны, против Путина. Но это вот три направления, по которым они работают. Игнорируя любую возможность, радикальную возможность насильственного переворота и попыток его осуществления внутри России. Не то, чтобы, когда летят упрёки о том, что вы призываете к несбыточному, у вас нет никаких ресурсов и средств для этого, а даже и сегрегируя людей, которые говорят о том, что другого способа нет. Все способы исчерпаны, все способы закрыты. Система огрубляется с каждым днём. Число политзаключённых растёт. Их пример никого не вдохновляет, будем честны. Будем честны. Это к вопросу испытываемого Ильёй Яшином угрызения совести за то, что остались другие люди, и что он сам готов был бы вернуться, но препятствием теперь к этому будет возможность срыва других обменов. А будут ли они? Он так сказал. Но это тот же вопрос, всё тот же. Мы что, хотим по русской поговорке «Номеруя смерть красна» или же всё-таки убить всех врагов? Я за второе. Всех врагов убить. Вот тогда все другие жертвы не понадобятся. Никто не будет умирать в Украине. Война прекратится. Никто не будет умирать в России, замученной в застенках или убитой где-нибудь в подворотне. Вот и всё. Нужно переориентировать сознание людей, политическое сознание людей, которые представляют по преимуществу либеральную миграцию в Россию, из России, на то, чтобы добиться успеха любой ценой, невзирая ни на что, ни на жертвы и так далее. Только так можно победить, избежав позора, о котором я говорю. Только так можно добиться результата. В противном случае нам придётся ждать десятилетия. Пока умрёт Путин, пока изменятся условия, пока у Китая экспансионистские планы не вызовут желание немедленной реализации своих территориальных или экономических и более широких условий политических претензий по отношению к северному соседу. Пока Запад не проснётся и не захочет предпринять какие-то решительные действия против террористического режима в Москве. Так судьба уйдёт, так жизнь пройдёт, так дети наши вырастут и будут заниматься тем же, чем занимались мы. Знаете чем? Ожиданием. Вечным ожиданием. И на нашем веку нам не суждено будет увидеть этих перемен. Пустой надеждой этих перемен не добиться. Вот в чём проблема. Я боюсь, что даже с возвращением, с приездом вот таким путём русских политзаключённых нового дыхания не дадут в идею насильственного сопротивления существующему России режиму. Скорее это будет всё тот же гражданский протест. Форума полуподпольного сопротивления, используя легальные форумы и иные равные им попытки изменить режим в России. А в конечном итоге это приведёт к ожиданию перемен естественным путём. Физическим путём. Понимаете? Пока не умрёт Путин. Вот и всё. Других планов получается нет. Я хочу, чтобы мы всё время формулировали прямо. Не пытались избегать этой правды. Есть ли какая-то альтернатива этому? Я отвечаю, что да. Она в том, чтобы действительно создавать полноценную армию, поспособствовать победе Украины, потому что Украина и есть тот плацдарм, моральный, я подчёркиваю, плацдарм. Это не значит, что Украину всегда надо использовать. Но моральный плацдарм, который поможет идее сопротивления российскому режиму. Другие идеи абсолютно бесплотны. Они ничего не дают. Хуже того, возвращение в Россию путём обмена убийц, наёмных убийц, которых ФСБ посылает убивать политических оппонентов, ну, это форма одобрения деструктивных намерений Кремля на дальнейшие действия, а именно посылать новых таких же красиков, убивать теперь Яшинах, Крамурзу, Пивоварова, Ходорковского, там, не знаю, Навальную, Фейгина и всех остальных. Это, конечно, даёт невероятное, так сказать, вдохновение тем, кто ещё сомневается, а будут ли за него вписываться, будут ли вы его выковыривать из тюрем, из тюрем западных. А вот же Красивов теперь станет героем. Решай машина, красивый дом, место депутата или ещё что-нибудь. Понимаете? Он герой? Ну и другие там калибром меньше, калибром больше, разные. Тяжёлые вопросы. Я не говорю, что они лёгкие, но они этим обменом тоже вызываются к жизни. И в очередной раз нужно вести эту дискуссию. Должны ли мы, возвращаясь, жертвовать своими жизнями, находясь в тюрьмах, чтобы кому-то что-то доказать? А что ещё здесь надо доказывать? Что надо доказывать? Что этот режим террористический? Что так жить нельзя? Что народу русскому не суждено? Никогда увидит свободу, если он не предпримет активных действий против этого режима. Разве это надо доказывать, находясь в тюрьме? Даже эти три заявления Андрея, Ильи и Владимира, они звучат именно в том контексте, что, а что мы делаем? Мы ничего не делаем. Мы просто сидим там, тубаретка, солнце через решётку, кормушка в камере и всё. Ничего делать невозможно. Это мой тезис, который я продолжаю отстаивать. О том, что тюрьма не даёт никаких возможностей. Вообще. Да, мне тоже бы хотелось вернуться в Россию. Да, мне тоже хотелось бы там жить. Но мы же отдаём себе отчёт, что это только тюремная перспектива, а в конечном итоге могила никаких других. Нынешняя Родина, находящаяся под тиранической властью Путина и Кремля, она никаких вариантов не даёт. Никаких вообще. Последние слова, которые оперативники, сопровождавшие, как это рассказывает на пресс-конференции Карамурза, Яшина Пивоваров, которые адресовали к сопровождаемым лицам, вот к ним самим, они так изучают. Последний раз увидишь эту Родину, никогда сюда не вернёшься. А Яшину сказали, что ты же понимаешь, если ты вернёшься, ты как Навальный будешь и умрёшь, как Навальный. Ну, так они же не врут, сука, они говорят ебать правду. Ведь оно так и есть. И поэтому зачем возвращаться, чтобы разделить участь Алексея Анатольевича? Возвращаться надо с другим, чтобы эти оперативники умоляли, умоляли, быстрее с этим закончить и с ними. Умоляли, чтобы быстрый суд, скорый, правый, как говорили в период реформ Александра Второго, в 61-м году. Милостивый, правый. А по-другому не надо туда возвращаться. Всё правильно. Не надо туда возвращаться. И не надо давать аванса без разбора всему российскому обществу на то, чтобы снять с него чувство вины за то, что происходит. Будь то за войну, моральной вины, конечно, морально, не юридически, будь то за сам режим Путина. Мы вместе с Яшинами и всеми остальными стояли с флажками на протяжении нулевых годов, десятых годов на всех этих площадях. И все эти митинги, всё это можно в интернете посмотреть. Я зачитывал письмо Яшина из СИЗО, извините, изолятора, не изолятора, его на сутках на административных он был. Значит, в 12-м году на болотном плане. Нет, это был 11-й год, 10-го декабря. Это моё выступление в интернете. И чё? Прошло ещё 13 лет. Стало только хуже. Стало только хуже. Я на болотне зачитывал это письмо. Но стало только хуже. Что лучше, что стало? Поэтому главная стратегия, которую мы ищем, мы хотим услышать и от освобождённых, и от тех, кто продолжает уже находиться в эмиграции, это стратегия отказа от ненасильственных форм борьбы. Они не дали результата. Да, нам нужно дозреть до единого мнения относительно силового сценария, силовых целей возвращения власти в Россию и народу. Но от ненасильственных и всех бессмысленных затей нужно отказаться. Иначе это всё приведёт к опять всё тем же ожиданиям, пока само собой всё рассосёт. Пока кто-то не умрёт, кто-то не придёт, кто-то не сменит. И как обычно в русской жизни хоть за 20-й век самый наглядный опять возникнет оттепель на 5-10 лет. Ну, на 10 обычно. Как это было в 60-х годах, потом это было в 90-х годах, а потом опять десятилетия сидишь, жди в эмиграции и пиши мемуары. Вот, собственно, моё мнение в оводной части. Я долго говорил, почти 34 минуты. Думаю, что я полностью раскрыл своё отношение к ситуации, к тому изложенному взгляду со стороны возвращённых политзаключённых и тому, которые, в общем, имеют большинство поддержки в эмиграции. Но в очередной раз это всё повторил. Кто-то скажет, откуда такой провиденциализм и так далее. У меня его нет. Но пересмотрите моё видео от 16 февраля в день гибели Алексея Навального. Ну, вот и всё. Пересмотрите. Скажите, что не так было в моём анализе, что было несоответствующим тому, что произошло сегодня, 2 августа, 1-2 августа этого 24-го года. Что не так? Что было оценено неверно? Ну, так из этой логики я исхожу о том, что, видя будущее через призму прошлого, я вижу только единственный сценарий, на который может подписаться русская оппозиция в эмиграции. Все другие – это банкротство. Вот такая моя позиция, дорогие друзья. Почти 12,5 тысяч нас смотрят. Почти 5,5 и уже чуть больше тысяч поставили свои лайки. Огромная просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир. Разместите своих аккаунтов в социальных сетях в группах. Это очень важно. Очень важно. Пожалуйста, лайки проставьте. Те, кто еще их не поставил, особенно наши подписчики, не забывайте об этом. Так двигаются наши эфиры к своему зрителю через ваши лайки, рекомендации и все остальное. Я хочу сказать, что у нас очередная проблема. Нас заваливает потоком жалоб боты. У нас теперь уже есть представители Ютуба, нам назначили персонального менеджера. Мы теперь приблизительно представляем, как идет эта работа против нас и даже ее видим. Это влияет на работу алгоритма, потому что он снижает количество рекомендаций из-за этих жалоб. Это делается абсолютно искусственно. Кремль знает, с кем надо в первую очередь бороться. Он выбрал мишень у меня и мой канал. Ну, что естественно, что неудивительно, это не впервой. И только ваша активность зрителей может эту негативную тенденцию преодолеть. Только ваши лайки, только ваши ссылки на эти эфиры, только просмотры, только подписка на канал может эту ситуацию исправить. Если вы чувствуете за собой ответственность за то, что мы делаем, поддерживаете это, то, пожалуйста, сделайте такое одолжение нам, сделайте три несложных действия. Подпишитесь на канал, ссылки разместите в своих аккаунтах в социальности о группах, в мессенджерах присылайте, ну и, конечно, поставьте лайки. Последнее объявление, перед тем, как я перейду к вопросам, в России действительно начали замедлять YouTube, как мы и говорили, посмотрите мой эфир неделю назад, ответы на вопросы зрителей. Еще раз хочу повторить, единственный способ подготовиться к окончательному блокировке YouTube в России, это скачать приложение Feigen Live. Да, оно сейчас тоже обновляется, к сожалению, мы должны получить ответ от Google и App Store, что оно обновится, потому что такие приложения обновляются не пустым, простым механическим действием, это очень сложно устроенное приложение, но, тем не менее, там есть разные способы слушать, смотреть наши эфиры, и те, которые можно делать в подкастах, пожалуйста, это просто звучок, там все самые свежие эфиры, и можно смотреть эфиры, не входя в YouTube, я уже рассказывал, там настройки надо поменять, смотреть в приложение, видео, вот, его можно слушать, можно, так сказать, заходить в аккаунты в социальных сетях, которые, значит, являются дружественными или моими, там разные совершенно аккаунты, не обязательно, которые ведут только я, но, тем не менее, они там все есть, все ссылки рабочие, поэтому, пожалуйста, скачивайте приложение из App Store и Play Market, мы здесь в чате сейчас дадим ссылку на эти приложения, это очень-очень важно тоже, потому что, когда заблокируют окончательно YouTube, и будут бороться с VPN-ами, и Tor-ами, и так далее, что они и делают и сейчас, подспорим, будет для вас в вашем смартфоне наличие приложения Feigen Live, вот, ну, а я отвечу на ваши вопросы спустя, ну, вот скоро уже 40 минут, как я речитативно рассказал вам о своем видении этой ситуации, так, я пролистаю, обычно всегда, знаете, вопросы пониже попадают, потому что чат съедает верхнюю часть ленты, ага, дойду сейчас до вопросов помеченных мне, просто не вижу, чтобы мне именно они были помечены, попа, так, так, прошу прощения за паузу, так, вот, 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 Марк, как считаешь, Яшин Пивоваров, Карамурза могут призвать своих сторонников для вступления в Легион Свободы России, и могут ли они стать одним из лидеров силового сопротивления? Миллиардер-олигарх, вот такой ник у нашего зрителя. Вы знаете, я думаю, скорее всего, нет, ровно потому, что более или менее уже прозвучало из уст всех троих, ну, в большей степени Яшина, я считаю, ну, отчасти и Володи Карамурзы, они скорее все-таки будут держаться либерального трека, так сказать, либерального направления в русской оппозиции с высокой степенью вероятности, оно просто вырождается в полудиссидентское такое, понимаете, диссидентщина, которая, опять же, это же не укором звучит, мы просто говорим о том, что, к сожалению, нет, вряд ли приезд, ну, вот, новой в этой волне людей через обмен может изменить соотношение силы. Я вижу так, и что и в Киеве разочаровались попытками втянуть русскую оппозицию в сопротивление, в реальное сопротивление, потому что, вот, выход легиона свободы России из Ирпинской декларации вот этой, это тоже свидетельство того, что, в общем, в Киеве и в русских соединениях, которые подчинены, ну, как военные соединения, их политические структуры, так сказать, киевскому руководству имеют ощущение такое вот разочарование от сотрудничества, с попытками сотрудничества, точнее, русской оппозиции, но ничего не поделаешь, такой виток, и я не думаю, что Яшин и Карамурза, например, могут сильно изменить эту стратегию, они каждый по-своему, ну, там, не знаю, тот же Илья Яшин, скорее всего, будет ближе ФБК, Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, его многое связывает с Алексеем Навальным, с его семьей, с командой Алексея Навального, он будет взаимодействовать с ними, позиция там определенная, вот, там есть своя стратегия, это не значит, что она плохая, но просто она другая, она не связана с попытками какого-то силового сотрудничества с русскими соединениями и так далее. Что касается Владимира Курамурзы, Валерий Курамурза, возможно, будет сотрудничать с организациями, в которых состоял, имел вес, он был, по-моему, первым вице-президентом Фонда Свободной России, видимо, будет взаимодействовать там, сложно мне представить, что это может измениться, то, как вы это трактуете относительно Легиона Свободы России или таких же русских соединений типа РДК, Сибирского батареона или других таких же. Я пока не вижу для этого предпосылок. Ровно потому, что либеральная идеология, она, в общем, сторонится подобного рода сценарию. И плюс, понимаете, обязанность перед Западом. Запад тоже не очень расположен помогать русским на войне. Не очень расположен. А Запад, во многом, ему обязаны освобожденные по лицу граждану, ну, я, как уже сказал Алексей Навальный, покойный, но еще и Запад. У Запада нет такой цели и стратегии. Запад это не будет поддерживать, скорее всего. Да, войну он Украину поддержит, но попытки силового сценария или хаоса вкинутого на пространство России нет. Наверное, на такое Запад не пойдет. Вот. Не пойдет. Поэтому пока для этого предпосылки не созданы. Александр Иванов, Марк, будет и все с сопротивленцами Сергеем Свободным Человеком и Вячеславом Мальцем? Конечно, будет. Как я уже говорил, что, ну и тот и другой у нас принимали не раз участие. Вот. Сергей Саушкин и Вячеслав Мальцев принимали участие, но я еще раз хочу подчеркнуть, они будут принимать участие, как только у нас появится тема для обсуждения, для того, чтобы, так сказать, обсуждать конкретно все эти вопросы. так. Так, 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 сейчас приветствую. Марк, действительно ли развал России неизбежен? Если да, то как это повлияет на соседние страны, например, Казахстан? Вопрос Марку, акцент, и там дальше идут цифры, я их все не сумею назвать, такой ник сложный у нашего зрителя. Вы знаете, развал уже неизбежен, вот мое мнение. Я думаю, что мы прошли ту точку, за которой можно было как-то в общем сохранить Россию хоть в каких-то таких обозримых территориальных границах, может какие-то северокавказские республики могли отойти. А сейчас центробежные силы, они ведь существуют подспудно во внутренних элитах и так далее. Вот сегодня очередного Савельева посадили, олигарх, депутата, который член Совета Федерации, шутки-шутками, бывший руководитель пост-токарь, он, по-моему, возглавлял транснефть или что-то в этом роде. Ну так как это происходит? Я могу сказать, как это происходит. Сейчас по элитам щелкают. Их чехлят, их обстругивают, забирают их деньги. Понимаете? Вертят на куканье, я бы так сказал. И эти тенденции, они расширяются, потому что тоталитарная система, как я уже много раз рассказывал в своих эфирах, имеет репрессивно-функциональный аппарат, ему надо работать. Понимаете, когда заканчиваются чужие, надо уже отпрыгиваться на своих. Отсюда все эти дела с криками товарищу Сталину передать, это произошла большая ошибка. Каких-то кибовских, хреновских и так далее. Ну, просто как бы пришла очередь за ними, понимаете? Фибровые чемоданчики теперь должны стоять во всех московских и других квартирах, как и региональных. Элита испытывает страх перед московским центром и его ФСБшными чекист-колубянскими замашками. Вот и все. И стоит только власти ослабнуть, распад неизбежен. Все. Точно так же происходило в 1991 году. А как происходило? Как только ослабла власть, все, все 15 республик разбежались. Ну, кто как на разные дистанции, на разные расстояния ревизионные. Кто-то успел убежать, как страны Балтии, в НАТО, а кто-то никуда не успел убежать. У него война. А как отразится на странах типа Казахстана и так далее? Ну, дело в том, что конкретно если речь идет о Казахстане, с высокой степенью вероятности, Казахстан начнет даже раньше этот дрейф в сторону Пекина. Чтобы заслониться от возможной агрессии или каких-то экспансионистских намерений Москвы в отношении северного Казахстана, отдельных районов, которые во многом считаются русскими, в России считаются русскими, чтобы вы понимали. Гури, все остальные, это же как бы отношения. А мне это, я почему знаю, потому что жил в Самарской области, который граничит с Казахстаном. И поэтому немного знаю, какая ситуация там. И в принципе, конечно, и безусловно, на Казахстане это отразится в той части, что Казахстан еще до того, как это произойдет, катастрофическое ослабление власти в Москве, неважно, через что она придет, умрет Путин или же наоборот какие-то процессы все-таки затронут высшие эшелоны власти. Да, все побегут. И побегут даже русские регионы, некоторые, которым будет выгодное обособление. Либо присоединение к более сильному более сильному сюзерену. Слишком большая Россия и пустая. И авантюры, которые затеяло кремлевское руководство с Путиным в связи с войной, в связи с попытками восстановления своего сверхдержавного влияния, восточного блока и так далее, и так далее, эта авантюра закончится распадом. Причем даже Запад не будет в этом участвовать. Как говорится по-нецжански, то, что падает, толкнет. Оно уже летит в пропасть. Но просто сейчас это немногие видят. Немногие могут увидеть будущее, даже не столь отдаленное. А я его прогнозирую, поэтому распад терминален, потален, если хотите. Вот и все. Путь, когда можно было, как я уже сказал, сохранить, это все хоть в каком-то относительном единстве, окончательно и бесповоротно проехали мимо эту станцию. Уже двигаются в пропасть, в энтропийное состояние на все увеличивающей скорости. Этому даже не помешает, даже если Москве удастся посередине остановиться вопрос к войне и миру. С какими-то переговорами, оттяпыванием части территории Украины, даже это не поможет. Потому что сил удерживать это, не говоря уже рекультивировать или там как-то подымать, реорганизовывать, преобразовывать, улучшать, оккультивировать и так далее, нету ни ресурсов, ни сил нету. Все истрачены на войну. Мужичка перебили, понимаете. Некому это все строить, делать, подметать. Так что в целом-то свою территорию не в состоянии удерживать. В состоянии она разваливается вся. Пока только техногенно еще как-то, а скоро и политически. Поэтому нет шансов никаких. вопрос Марку Каринка Мая такой вот ник. уверен в том, что власть в России ослаблится? Спасибо. А это объективные исторические законы. Они проходят акматическую фазу, взлет, подъем и как на салазках вниз, вот на такие, знаете, американские горки полетели. Они сейчас достигли пика своего возможной концентрации власть в России. пика. На это ушли все последние ресурсы. Все последние силы на это ушли. Дальше некуда, понимаете, ниоткуда брать этот ресурс, ниоткуда для укрепления этого всего. Это иллюзорное ощущение крепости этой власти. Очень иллюзорное. Оно основывается на здоровье, как он покакал, как поел, как отрыгнул 73-летнего пенсионера. А что за власть такая? Они тут смеются над деменцией Байдена, тот еле передвигается, не туда говорит. А чем грозит Путину срок, если он еще хотя бы 10 лет будет приватен власти? Он что, будет сильно отличаться от Байдена? Он что, киберг? У него что, в жопе ключик, как у зайчика, который стучит беспрерывно? Откуда? А что есть у них? Вот у Америки есть демократия выбора? Ну нет, так Харрис будет. А этот кто заменит? Нет механизмов никаких самосохранения. Ну, пролонгации за пределы физических возможностей не абсолютных первого лица. Нет механизмов. Нет обречено все на борьбу за власть и, так сказать, ослабление. Обречено. Вот и все. Ну, то есть, это внутренний процесс. Другой вопрос. А где в этом русское общество? Где в этом русская оппозиция? Где в этом процессе? Ну, ослабление это имманентная сущность нынешней власти. Ну, как и по советской, кстати, власти. Как и ее предшествие дома Романова 300-летнего. Имманентная сущность, которая неотменяемая. А где здесь общество? Ну, если уж мы говорим, гражданское общество представляет, оппозиция представляет политические силы от либеральных до консервативных, от националистов до еще каких-нибудь, их нет, они не в процессе. Внутри власти идут эти процессы. Не снаружи в обществе, а внутри власти. Ну, как это всегда бывало в истории России. Только революционным путем можно эту несчастную парадигму изменить, когда внутри власти эти процессы ослабления обрекают на распад. Только революционный путь. Бесик, Кири, Марк, что вы думаете по поводу выбора в Венесуэле? А я уже высказывался, уважаемый Бесик, по этому поводу. Я уже сказал, что возможность утрачена в Венесуэле. Она была, но теперь она утрачена. Это, кстати, негативный пример для России. Попытка участвовать в легальных процедурах ведет к тому, что все сидят и ждут, что скажет армия. Выступила армия в Венесуэле, сказала, мы поддержим боливрианский режим президента Мадуро. Все законно. Все. И больше ничего. А что дальше? Теперь следующие выборы ждите через пять лет. Вот и в России то же самое. Все. Армия сказала, что и все. И больше ничего. И конец. И а-ля улю. Годи гусей. Он от Мадуро этот водитель автобуса получил, профсоюзник, дай бог, 30 процентов, а представьте оппозиции этот, Истебан, это 70 процентов. И все. И чао. Они же там, вы не представляете, какой процесс творился. Они же от Гуайду отказались, чтобы поучаствовать в выборах. Я их не упрекаю. Они честные ребята. Но все попытки внутри системы играть по ее правилам, они приводят к одному и тому же сценарию. Венесуевский режим не тоталитарный, он авторитарный с отдельными тоталитарными элементами, он военизирован, милитаристский режим, режим Мадуро, вся эта социализма боливрианская, боливрианская социализма левая, вот, ублюдки-социалисты, вот. Но совершенно определенно, что, так сказать, они также деспотически удерживают власть, изображая какой-то там процесс, в парламентах там оппозиции есть, в некоторых регионах страны у власти находятся оппозиционные губернаторы, но они ничего сделать не могут. Ручка самописку у этого, у Сатика, значит, наследника вот этого тоже психа Чавеса, и все. И все, и ничего ты не сделаешь, а что ты сделаешь? Вот так и будет, он будет 1% иметь Мадуро и будет объявлять тебя раз за раз в новом призе. Конец. Ну, конец, там воздействуют условия, в Венесуэле есть нефть, в Венесуэле мощнейший наркотрафик, есть что делить. Вот такие режимы, они процветают именно на, паразитируют на таких, в общем, лакомых возможностях. безусловно, конечно, конечно, если бы этого чего не было, может и интерес такой гигантский бы не был. И все равно крупная страна для Латинской Америки, это очевидно. Но, тем не менее, факт остается фактом. Попытка доказать, что мы тут победили на выборах, всегда заканчивается ничем. В таких системах ничем. А вот могу, потому что хочу. И Мадуро объявил себя президентом, и все, и конец. Ровно то же происходит и с российской оппозицией, в меньших масштабах, гораздо более скромных. Никакой оппозиции в парламенте не представлено. Никаких оппозиционных регионов там нет. Традиция другая, не латинская. Вот. И, тем не менее, путь тот же. Любые легальные процедуры внутри тоталитарных систем тупиковые. И авторитарных, в общем, тоже. Тупиковые. У авторитарных с особенностями бывает. Можно было выиграть в Чили, у Пиночета, потому что Пиночет был просвещенный военный ученый. Он, кстати, ректором Академии военной. Про него слишком много напридумано, о том, что он там был злодей. Конечно, был диктатом. Сомнений нет. Конечно. Боролся с красной чумой и, в общем, методов не выбирал. Но, тем не менее, этот человек был не читан нынешнего Путина. Вы что? Путин по сравнению с ним людоед. А Пиночет, несмотря на то, что он попал в своё время, в нужное время, при нужных обстоятельствах, вправился с красной заразой, власть уступил сам. Коже, за диктатор какой. Не потопил в крови до степени, чтобы остаться навечно в власти. А потом ещё к суду его привлекать. Поэтому в авторитарных системах особенности есть. Они бывают. А вот в авторитарных, особенно русского образца, на Востоке это исключено совсем. Поэтому из этого опыта Венесуэлы можно извлечь только один. Ни в коем случае не ищите в легальных процедурах своего политического оправдания. Не вовлекайтесь в них, чтобы потом не нести ответственность за то, что вы ложным ожиданием подвергли своих сторонников. Мы знаем, о ком мы говорим. Майя Виленская. Как спасти Михаила Саакашвили? Вот такой вопрос от Майи. Это ник. Майя Виленская. Как спасти Михаила Саакашвили? Ну, вы знаете, что преизрядная часть времени я посвятил этому. Михаил Саакашвили еще не спасен, но его ситуация чуть улучшилась, и его здоровье улучшилось. Его допускали врачей и так далее. Насколько я понимаю, до момента принятия закона об иноагентах, переговоры с Соломезой Зарубишвили нынешний президент ушли об его помиловании. В зависимости от развития ситуации были приняты какие-то решения, но марионеточная промосковская власть в Грузии, грузинской мечты окончательно определилась, что было, кстати, очевидно с самого начала. Они двигаются в сторону союза с Москвой. Бедзин и Ванишвили, его партия, грузинская мечта, он почетный, по-моему, лидер его правительство, его мэр Белиси и так далее двигаются именно в эту сторону. Да, есть формальная история с тем, что Зарубишвили может прямо сейчас помиловать Михаила Саркашили, как она помиловала Гварамия, который выступал у нас в эфире после его отпуска. Но это не приведет к немедленному освобождению Михаила Саркашили, потому что режим в Грузии сменился. Ну, сменил политическую окраску, перестал камуфлироваться под независимое, а стало абсолютно промосковским. И имеет поддержку из Москвы. И, конечно, эта поддержка обусловлена тем, чтобы Михаил Саркашили не вышел из тюрьмы. Да, есть некоторые надежды на сентябрьские выборы, которые должны пройти в Грузии, в парламент, соответственно. Есть шанс, что формально грузинская мечта проиграет. Но она разве власть-то отдаст? Ну, проиграет, под цифриком проиграет, да, согласен, они что, от власти что ли уйдут? Ну, что, ну, как, куда? Это же в тюрьму сразу уходить, понимаете, всем, всему руководству этой грузинской мечты. Ну, и что, вы думаете, они правда дадут власть? И Москва им не будет помогать эту власть сохранить? Вот кто-нибудь в это верит? Кто-нибудь вообще может себе представить, что грузинская мечта вот возьмет и просто добровольно отдаст единому национальному движению в Грузии власть? Партии в свое время созданы с Акаши, ну, движения. Этого не будет. Этого не будет. Только, к сожалению, явочным порядком, обеспечивая результат, не выбор, а результаты, гражданское общество Грузии, выступив открыто, может добиться смены, именно смены власти в Грузии. Я вам напомню, после решения и вступления сил, он буквально сегодня или вчера начал действие закон об иностранных агентах, он привел к санкциям со стороны Запада в отношении грузинского руководства раз, и отмене плана по членству в ЕС-2, который в декабре, собственно, был предоставлен Грузии, но она, надеюсь, не оправдала. Они тут же приняли законы об иноагентах, о чем их предупрежали, не делать этого, не при каких обстоятельствах, потому что они и 10 пунктов требований к этому плану, и тех, кто не выполнял, в числе которых было фактически освобождение всех политзакружений, прежде всего Михаила Саакашвили. Поэтому Михаил Саакашвили освободит улица, а не юридические решения какие-то казуистические, в том числе и помилование президентом Грузии Соломезу Рубешвей. Улица войдет и человека из этой тюремной больницы вынесет. Вот и все. Никакого другого пути я уже больше не вижу. Он был раньше, а сейчас нет. Сейчас нет. Грузинское руководство полностью спелось, так сказать, в экстазе с московским террористическим режимом. И они власть никому не отдадут. Вот и все. Станислав Ха. Такой ник. Марк, как считаете, ВИЭС понимает, что теперь нужно максимально усилить защиту от инфильтрированных спецслужбистов после обмена аппетиты могут вырасти. Да, вы знаете, я думаю, что в общем целом понимают. Я думаю, что долго рассуждали по этому поводу. Но я могу о себе судить. Меня во Франции защищает специальная полиция. У меня охрана выделена уже очень давно, уже скоро два года. Как меня охраняют? Я немножко знаю, что происходит. Вы понимаете? Знаю, кого заказывают. Кстати, вчера буквально в день обмена, согласитесь, есть же в этом что-то. Взяли и направили дрон в дом Пономарёва. Я знаю, тут Илью Пономарёву кому-то он нравится, кому-то он не нравится, кто-то его ругает последними словами, там, чехвостый в косы и в гриву, но его хотели убить. Мы к этому факту в независимости от отношений, от личного, пристрастии и так далее. Можно сформулировать отношения? Его хотели убить. Дрон-то летел, в Киевскую область стоит дом на огромном участке. И что он туда три дрона прилетели? Три, потом следующий под утро. Зачем? Всё очень просто. Они мишени свои знают, они эти мишени видят. Я имею в виду московское руководство. И, конечно, безусловно, это сильно приободрит потенциальных исполнителей пойти по этому пути, когда тебя вот с почестями вываливают из тюрьмы, просидел три года краской из положенного пожизненного срок, награждают, дают всё. Ну, конечно, что же не замотивироваться? Конечно. Конечно. Я думаю, ну, следует об этом говорить, что, безусловно, опасность возрастает многократно. Ну, мы это понимали. Даже бы без этого обмена, она всё равно была бы высокая. Всё равно была бы высокая. Вот. Будут искать тех, кого можно достать. Да, у меня, за мной, везде, по всем странам ездит моя охрана. Весь со мной. Это так. Ну, многие это видели на политических собраниях, в которых я принимал участие, это видели. Я слушал просто по себе, чтобы про других. Как говорится, на себе не показывай, да, как в анекдоте. Но, на самом деле, ну, просто так это и есть. Нет другого пути прикрывать людей, которые являются лакомыми для Кремля. Закрывать от возможного нападения, от возможных воздействий, убийств и так далее. И, безусловно, те люди, которых они отдали, парадокс в этом заключается, тоже становятся их мишенями. Вы понимаете, в чем дело? Тот же Яшин, тот же Крамурза. Почему? Потому что они в свое время тоже отдали Скрипаля, извините, обменяли, а потом его отравили Полонием. Ой, извините, Новичком, Новичком, конечно, Полонием отравили Литвинем. Так вы же его сами отдали, он у вас отсидел какое-то количество лет. Ну, шпион, ну, хорошо, работал на британскую. Ну, какая разница, ну, вы же его отдали. Вы же помиловали его, вы понимаете, что? А потом они, так сказать, послали двух этих гавриков со шпилями, значит, его отравить вместе с дочерью. Ну, вот так они работают, вот так они понимают, да, вот, то, как двигаются дела в Европе, как они имеют обязательства не заниматься насильственными преступлениями на территории других стран, третьих стран. Для них это ничего не значит. Какой нормальный дурак поверит Кремлю? Какой нормальный дурак поверит Кремлю? Ой, мы не будем. Кто поверит-то? Кто поверит? Не один. Поэтому, да, я согласен, эта проблема есть. Понимает ли ее в должной степени западное сообщество? Ну, будем надеяться, что да. А как проверишь? Как проверишь? На каждом углу околотышево не поставишь? Но, тем не менее, тем не менее. Дорогие друзья, эфир занял 1 час 3 минуты. Нас 13,5 тысяч смотрят и почти 8,5 тысяч поставили свои лайки. Я думаю, на сегодня сделаем паузу. Завтра у нас с Аленой Курбановой очередной эфир. Вот. Меня тут задали вопрос о том, что понравился ли мне опыт взаимодействия на трех человек с Аленой Курбановой. И вот у нас вчера был эфир с ее участием в четверг и Михаилом Шейтельманом в качестве гостя. Слушайте, я в любых форматах с удовольствием. Я вот в сингл-формате. Я в тройничке, как тут многие пошутили. Пожалуйста, ради бога, я с удовольствием принимаю в этом участие. Знаете, есть проблема, вот многие как-то говорят, что, ну вот, нужно что-то новое, надо как-то обновить. У вас все одно и то же. Ну, я вообще хочу сказать, что политический анализ вещь скучная на самом деле. Даже при форме подачи эксцентричной, которую я пытаюсь демонстрировать вам, но это вещь скучная, потому что она требует работы ума. Как чтение. Чтение, ну, сидишь, книжку читаешь, а эмоции ты потом получаешь вдогонку, после усвоенного, понимаете? Вот это очень важно. Поэтому я хочу, чтобы вы научились слушать то, что говорится, вне зависимости от состава, независимо от формата, не пиша, не пописывая о том, какая прическа у Алены Курбановой и в чем она сегодня одета, а сосредоточиваясь на том, что говорится, то, что обсуждается. Вы лучше будете разбираться в этом всем. Вы будете лучше меня разбираться. Я вам точно говорю. Я буду стареть, у меня мозги будут сохнуть, а вы вот молодые будете лучше сказать, а я лучше Фегина разбираюсь. Он меня там что-то научил, а я сам додумал. Вот что главное, вот квинтэссенция моей работы, нашего канала. Научить людей думать, научить людей рассуждать, анализировать, делать выводы, не полагаться только исключительно на пристрастное мнение экспертов, пропаганду или еще что-нибудь в этом же роде. в этом же время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!